Меньше колес, больше опасности. С наступлением лета на улицах все больше любителей двухколесного транспорта. Это велосипеды, скутеры и электросамокаты. Вместе с ростом числа тех, кто передвигается. На них выросло и число дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим дорожные полицейские в Махачкале решили взять под контроль ситуацию. Сотрудники полиции провели рейд и буквально за несколько часов задержали 12 нарушителей правил дорожного движения. Детали в следующем материале. Дерзкие электросамокаты заполонили улицы нашего города. Они на дорогах общего пользования, едут рядом с машинами и проносятся по пешеходным тротуарам рядом с людьми. Любители прокатиться с ветерком, взяв в аренду электросамокат, зачастую не знают правил дорожного движения. Вообще я часто катаюсь на них. Мне очень нравится. Они хорошие, удобные. Ну, они неплохо разгоняют скорость, ну, до 25 километров в час. В парке кататься с ветерком. Ну, довольно хорошая вещь, удобная. А вообще ты знаешь правила, где можно кататься, где нельзя кататься? Ну, честно сказать, нет. Число пользователей электросамокатов и сервисов аренды неуконно растет. С ними увеличивается и количество аварий, в которых страдают как пешеходы, так и водители. По телевизору видел, как стукаются пешеходы, поэтому я думаю, что их надо запретить. Они по парку ездят, старая женщина идет, если она лицом ударится, то все, она уже не жалеется. Надо, у них нету собора, нету, ничего нету. Они катаются как ужаленные, как будто шумахеры катаются. Ну, возрастное ограничение должно быть какое-то, наверное, все. Люди, которые сознательно могут ездить, которые умели ездить на машине, ну, то есть нету проблем. Ну, я думаю, может, какие-то дорожки, просто надо городу сказать, чтобы выделить какие-то определенные дорожки для вот таких вот катающихся. Особенно для тех, кто не соблюдает абсолютно ни правил, ничего. Недовольны, надо быть очень осторожны. Для детей это опасно, мне кажется. Когда с детьми идут тоже, мне кажется, это очень опасно. И для них, и для детей. Лучше на дорогу лучше не видеть детям, особенно детям взрослым на нашей дороге. С таким движением, с таким этим самым самокат, конечно, на дорогах это очень опасно. Помимо электросамокатов, еще более опасный двухколесный транспорт – это скутер. Его скорость достигает до 60 км в час. Сотрудниками ГИБДД в ходе рейда были задержаны и доставлены в отдел полиции два лихача. Причина остановки – езда без шлема. Я взял его, а кататься, прокатиться. А вообще часто берешь? Проблемы раньше были у тебя? Проблемы раньше не были, только сегодня. Были задержаны два лица, которые управляли мопедами, которые были взяты на прокат. Сейчас, в данный момент, устанавливается место выдачи проката. Эти лица управляли без соответствующей амуницией, то есть без мотошлемов, что, конечно, создает дополнительную угрозу для их жизни и здоровья. Мы решили гражданам, чтобы не отпускали своих детей и не оставляли без присмотра, для того, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, объясняли всю опасность, которая может их ждать на дороге при управлении такими самокатами, а также управление скутеров без соответствующей категории. В ходе рейда сотрудниками полиции были задержаны 12 скутеристов. Их привлекли к административной ответственности. Весь личный состав Дорожной инспекции ежедневно планирует проводить выездные рейды, чтобы сократить количество аварий. Видео с непредсказуемыми маневрами электросамокатов и опасными столкновениями все больше. Причем, если на тротуаре травмы получают пешеходы, то на проезжей части жизнью и здоровьем рискуют уже сами водители двухколесного транспорта. Владимир Розакаев, Саид Кутиев, Рамазан Амаров, Осяд Гусейнова, Босяд Шамсудинова, Магомед Амаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова